Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о пользе и вреде протеина, плюсы и минусы протеина. Многие люди считают, что протеин это химия. И как вы думаете, они правильно думают или нет? Я думаю, что нет. Протеин содержит чисто натуральный белок, который содержится в пище, в том же мясе, в тех же куриных яйцах. Только это порошок. И мы поговорим сегодня о плюсах и минусах протеинов в банках. Многие спрашивают меня, употребляю ли я протеин и гейнеры. Я всегда отвечаю нет. Раньше я употреблял года три назад, я выпил шесть банок. И второй вопрос спрашивают, а помогло ли? Ребят, почему я его больше не употребляю? Потому что ни капельки не помогло. Я его захавал шесть банок, и это вообще ни капли не помогло. Ну, может, там полкилограмма прибавилось веса, но это вообще бред, сами понимаете. Сколько стоит протеин и полкилограмма веса, это вообще бред. Итак, друзья, поговорим о плюсах протеина. То, что я считаю, что он мне не помогает, это лично мои какие-то характеристики, свойства организма, что он мне не помогает. А на самом деле я считаю, что протеин очень годная вещь. Потому что, допустим, когда вы едите мясо, да, с мяса усваивается белка в вашем организме только 20-30%. И также из мяса вы, конечно же, получите не только протеин, а жиры, углеводы и все такое. Зачем вам это надо? И опять же, нужно сказать, что пища полезна организму. И все эти элементы, жиры, углеводы, белки, минералы, это все нужно организму, и организм не может без этого жить. Но зачем нужен протеин? В банках, имею в виду. Протеин в банках нужен для атлетов, которые занимаются очень много и которым нужна масса, прирост массы. Поэтому они покупают протеин, который добавляется к основной пище, да, то есть это идет как добавка. И это правильно, потому что из всей пищи, которую мы едим за день, кушаем, да, мы не можем получить такое количество протеина, которое нужно для роста наших мышц, особенно для огромных атлетов. Представьте, если 100-килограммовый атлет, блин, будет есть целый день еду. Это сколько надо съесть ему, чтобы получить 200 грамм белка, да, на его вес. Это ужас просто. А так он может купить гейнер, чтобы пополнить углеводами, да, организм, или может купить в банках протеин. Вот, и все. Итак, для чего же стоит пить протеин? Для остановки катаболических процессов организма. Второе – это увеличение мышечной массы. Третье – это увеличение рельефности, да. Объема и рельефности тела. А также четвертое – это повышение и нормализация белковой среды организма. Это значит, что многим людям не хватает белка, они не доедают. Особенно атлеты, которые много тренируются, им просто нет времени кушать много. Они должны пить протеин из банок, понимаете, да? Итак, что же будет с организмом, если не будет хватать белков? Первое – это начнется процесс старения кожи. Потеряется эластичность, и ваша кожа просто моментально будет разрушаться на глазах. Это значит, что у вас будет появляться сухость кожи, может быть, возможно, даже и морщины, и остальные неприятные эффекты, которые нам просто не нужны. Второе – при условии, что организм не получает белок извне, он будет искать белок внутри себя, при этом сжигая все внутренние волокна. При нехватке белка в организме может развиться болезнь печени или почек, а также желез внутренней секреции. Теперь поговорим о плюсах протеина. Протеин способствует увеличению мышечной массы, это логично, а также увеличению максимальному спортивных результатов. Белок из банок усваивается гораздо быстрее, чем другой любой белок, и дает полный комплекс аминокислот и других полезных веществ организму. Также он не нагружает желудочно-кишечный тракт, несет в себе исключительно протеин без большого количества углеводов и жиров, останавливает негативные процессы катаболизма. А также спортсменам стоит пить белок, чтобы увеличить свою силу, скорость и энергию. Итак, теперь, друзья, поговорим о минусах протеина. У него минусы тоже есть, и их, конечно, несколько. Некоторые виды белка содержат лактозу. И некоторые люди, которые употребляют этот белок, могут получить расстройство кишечника и пищеварительного тракта ввиду каких-то болезней или просто расстройств. Следующий негативный эффект – это при болезни почек и печени лучше не употреблять белок, потому что большие дозы белка негативно влияют на данные органы и могут развить какую-то очень опасную болезнь. Также мужчинам не стоит употреблять соевый протеин, потому что он содержит женские гормоны, и это грозит понижением тестостерона мужчин, а также увеличением жира, который есть у женщин. И последний, короче, минус протеина. Ну, я бы не сказал, что это минус. Не все пока что протеины имеют приятный вкус, да? И поэтому можно отнести это к минусу. Итак, друзья, какой же можно сделать из всего этого вывод? Вывод можно сделать такой, что протеин, чистый протеин, очень нужен для нашего организма. И лучше покупать качественные протеины в магазине, потому что некачественные могут навредить вашему организму. Так что всегда следите за ингредиентами протеина, и также за фирмой, я думаю, тоже стоит следить, и тогда у вас все будет хорошо. Ну вот и все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем выпуске. Пока!